МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Три человека погибли при пожаре в Караганде. В минувший вторник загорелась крыша дома в частном секторе Пришахтинска. В результате происшествия скончались женщина, ее дочка и внучка. Как обеспечить социальную стабильность в компании Артеллор Митал Цимиртау? Социально-трудовую политику компании Карагандинской области обсудили на специальном совещании с участием первого заместителя, премьер-министра Оскара Мамина. Более 500 карагандинских полицейских написали диктант на государственном языке, используя латинскую графику. Общенародный онлайн-диктант на латинице прошел одновременно во всех городах Казахстана. Обо всем более подробно. Три человека погибли при пожаре в Караганде. В минувший вторник загорелась крыша дома в частном секторе Пришахтинска. В результате происшествия скончались женщина, ее дочка и внучка. Пожар, унесший жизни троих человек, случился в Пришахтинске, в доме по улице Багрицкого. В результате погибли женщина 62-го года рождения, ее дочь 90-го года рождения и 6-летняя внучка. Первым на место происшествия приехал глава семейства. Мужчина попытался спасти члена своей семьи, однако было уже поздно. Позже он обратился в противопожарную службу. 13 ноября 2018 года по улице ОПС 18.00 поступило сообщение о горении крыши по улице Багрицкого, дом 10. Горение в этом доме и крыши. На место выехала служба пожародушения. И также лично три человека от УЧИ из города Караганды. По прибытию на место обнаружено горение дома, мебели, перекрытие крыши данного дома. Во время пожара пострадал и соседний дом. В нем находились женщина и ее трехгодовалая внучка. Хозяйки дома на месте происшествия не оказалось. По приезду Ассул Женусова увидела ужасающую картину. На ее глазах на улицу вынесли три трупа. Женщину одолел страх за собственную семью. И у нас с крыши дым шел. Мы думали, у нас дом горит. Вообще подумали. Он побежал, оказывается, соседский дом горит. И соседи мне говорят, три трупа. Я говорю, как? А мои где? Они говорят, ваши нормальные, скорой помощи сидят. Мы побежали в скорую помощь. Мама с племянницей сидят. Племянница лежала. Мама, нормально все? Она говорит, да, нормально. Я побежала к соседям сразу. А у них уже на улице лежали три трупа. Их вынесли, видимо, на улицу. На земле прямо так положили. И я вот так смотрю на них. Ужас, говорю. Ужас. Черный, обгоревшиеся они. По словам соседей, они неоднократно видели шестилетнюю девочку со спичками на руках. Мол, ребенок любил баловаться с огнем. Вполне вероятно, что опасная привычка и послужила причиной трагедии. Они, видимо, уснули или спали. Я не знаю. А девочка маленькая, говорю, спичками игралась. И вот за это пожар. Когда вчера трупы выносили на улицу, и их когда щупали, и у нее спички в руках нашли. Причину пожара установят специалисты. Ну а мы напоминаем, что нередко возгорание происходит по причине неосторожного обращения с огнем. Несмотря на постоянную агитационно-разъяснительную работу Департамента по чрезвычайным ситуациям, подобных трагических случаев меньше не становится. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Социально-трудовая политика компании. Опыты, перспективы и развитие обсуждались в Караганде с участием первого заместителя премьер-министра Оскара Мамина. В нашем регионе до 2021 года будет создано 9 тысяч рабочих мест за счет запуска 27 новых инвестиционных проектов. Карагандинская область – индустриальный регион. Исторически сложилось, что основную долю рабочей силы составляют работники тяжелого труда. На сегодняшний день здесь действуют свыше 20 тысяч предприятий. В них трудится порядка 340 тысяч человек. Свыше тысячи промышленных предприятий создают половину валового регионального продукта области. Это в первую очередь предприятия горно-металлургической отрасли. Первый заместитель премьер-министра Оскар Мамин отметил, что глобальные тренды указывают на вступление мировой экономики в новую фазу замедления. И мы уже сегодня наблюдаем симптомы предстоящего ослабления в форме усиления конкуренции на международном рынке энергоносителей и металлов. Для того, чтобы выдержать предстоящее усиление конкурентного давления на рынке, нам необходимо продолжить наращивать производительность отрасли. Как неоднократно было отмечено в рамках Международного горного проведения Конгресса, достижение роста производительности, вот и все, в дальнейшей перспективе будет непрерывно связано с основными факторами, определяющими благосостояние и квалификация рабочей силы. Это, прежде всего, социальное самочувствие рабочих. Первый вице-премьер также отметил, что крупные промышленные предприятия страны поддержали инициативу главы государства по увеличению заработной платы своим работникам. Это и многое другое будет способствовать улучшению социального климата в коллективах. Не меньшее внимание уделяется и трудовым конфликтам. В рамках текущей работы количество трудовых конфликтов за последние годы уже уменьшено более чем в пять раз. Для обеспечения дальнейшего прогресса по данным направлениям принимаются системные меры. Разработан алгоритм взаимодействия государственных органов и социальных партнеров по предупреждению трудовых конфликтов. Активно подключились к работе республиканские объединения работодателей. На базе НПП Атамикен создан Институт трудового омбудсмена. Планируется внедрение опыта ОСАНОКа знакового составления индекса социальной стабильности, которым оценивается эффективность социальной кадровой и коммуникационной политики в отношении работников. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов отметил, что согласно карте трудовых рисков, в нынешнем году Карагандинская область вышла из зоны высокого риска. Это стало результатом совместной работы органов власти с работодателями. Глава региона также отметил пять главных факторов, которые влияют на возникновение трудовых споров. Самый главный из них – уровень заработной платы. Это важная составляющая базовых потребностей любого работающего человека. Анализ показывает, что основной предпосылкой ведущей к трудовым спорам является уровень оплаты, который не соответствует реальным условиям труда и текущей экономической ситуации. Понимая важность этого вопроса, глава государства обозначил его главной темой своего послания. В области инициатива президента широко поддерживается. На сегодня, Наскар Захарович, уже с 10 тысяч предприятиями заключены меморандумы о повышении заработной платы. Из 20 тысяч, мы 10 тысяч уже заключили, они повышают заработную плату. Как было сказано выше, крупные компании области на инициативу президента откликнулись первыми. Среди остальных факторов отсутствия конструктивного диалога между работодателем и работником, неэффективная кадровая политика, слабая социальная направленность предприятия. Отдельный фактор, заслуживающий внимания, это безопасность и охрана труда. Особенно на крупных промышленных предприятиях. Руководитель корпорации «Казахмы» заявил о серьезной работе в этом направлении. На предприятиях она проводится в три этапа. Мы сегодня находимся на третьем этапе. Третий этап – это уже работа самими непосредственно ответственными работниками, как со стороны женно-технических работников, так и со стороны самого рабочего персонала. Мы планируем в течение двух лет работу по третьей этапе закончить. Тем самым наша задача к 2020 году выйти на нулевой смертельный травматизм. И на 80% снизить общее количество несчастных случаев. В ходе встречи также обсуждали развитие корпоративной социальной ответственности, участие профсоюзов в коллективно-договорных отношениях и многое другое. Особое внимание участники семинар-совещания обратили на меры, которые принимаются для обеспечения социальной стабильности в компании «Арселор Миттл Тимиртау». «Мы начинаем готовить сейчас документ по итогам этого совещания, который будет основой для действий правительства, работодателей и профсоюзов. Во всяком случае, об этом сказал вице-премьер, и буквально завтра мы его начнем отрабатывать. А что будет в документе? Вот там будут четко сформулированы те рекомендации, которым нужно сейчас будет следовать». И в продолжение темы. В Карагандинской области малый и средний бизнес поддержал инициативу главы государства о повышении заработной платы с 1 января следующего года. Меморандумы с акиматами городов и районов по социально-трудовым вопросам уже подписали более тысячи предприятий. В том числе и тепличное хозяйство Шахцинска. «Это теплицы индивидуального предпринимателя Казимжона Азимова. Здесь на площади 100 квадратных метров выращивают огурцы. В год успевают снять два урожая, по пять тонн каждый. В следующем году владелец планирует расширить производство, построить еще четыре теплицы, в которых будут расти помидоры и другие овощи. Теплицы Азимова – семейный бизнес, наемных сотрудников здесь пять. Тем не менее, с начала следующего года им тоже увеличат оклад». «И вот я поддерживаю послание президента. Я хочу еще их поднять на 10-12% их зарплаты. Где-то около 60 тысяч должны получать они. Вот, думаю, в дальнейшее время я хочу еще расширяться. Побольше хочу развести этот огурцов. И вот этот огурцы я весь Казахстан, Карагандыйской области полностью, Шахтинский, Абая, Шахана. Вот реализую вот это по ярмаркам, по магазинам, реализую этот товар». Вслед за предпринимателем Казимжоном Азимовым о повышении заработной платы своим сотрудникам заговорили и другие небольшие крестьянские хозяйства. К примеру, в хозяйстве «Весна» занимаются сезонным выращиванием цветов и овощей. Трудится здесь 12 человек. «У меня официально 12 человек работают. И они получали 75, сейчас 95, 100 получаете». Напомним, повысить минимальную заработную плату в стране поручил Нурсултан Азарбаев в своем послании от 5 октября этого года. В Карагандинской области о намерении повысить оплату труда заявили более тысячи предприятий. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. Более 500 карагандинских полицейских написали диктант на государственном языке, используя латинскую графику. Инициатором выступило Управление по развитию языков. Общенародный онлайн-диктант на латинице прошел одновременно во всех городах Казахстана. Диктант – одно из мероприятий по поэтапному внедрению нового алфавита. Специалистам он поможет определить, насколько население готово к реализации языковой реформы. Диктант для сотен человек стартовал в одно и то же время. Длительность составила всего 30 минут. Участников заранее ознакомили с новым алфавитом, основанным на латинице, а также обеспечили дидактическими материалами. Диктант проводится согласно правилам, установленным управлением по развитию языков. Сегодня его написали более 500 полицейских нашей области. Я думаю, что они справились с поставленной задачей. Мне кажется, что алфавит на латинице легкий и понятный. Стоит отметить, что прежде чем проводить диктанты, специалисты Управления по развитию языков провели масштабную работу по подготовке населения. Стражи порядка отмечают, что они готовы принимать участие во всех мероприятиях, направленных на продвижение перехода казахского языка на латинскую графику. Переход на латиницу – это веление времени. Мы это понимаем. Если данная реформа послужит толчком для развития нашей страны, то департамент полиции готов поддержать это начинание и сделать все для его реализации. Я не думаю, что диктант показался нашим сотрудникам сложным. Это ведь наш родной язык. Мы должны работать над этим. В Карагандинской области диктантом будут охвачены 120 тысяч человек. Это государственные служащие, работники сферы оказания государственных услуг, работники предприятий, студенты, учащиеся в школах и все желающие старше 15 лет. Торжан Лянова, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. За последние 10 лет количество больных с сахарным диабетом в Карагандинской области выросло в два раза. Такие данные приводят медики. Сегодня диабет входит в тройку заболеваний, от которых чаще всего умирают люди. 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Сахарный диабет в Казахстане введен в ранг социально значимых заболеваний, требующих системного решения и мер государственного реагирования. Численность лиц с диабетом растет с каждым годом. Борьба с этим заболеванием ведется различными учреждениями. Уже несколько лет в Карагандинской поликлинике номер 4 работает школа диабета. Результаты существенные. Результаты, конечно, хорошие, потому что наши пациенты, особенно когда мы переводим на инсулинотерапию, на приеме это объяснить нет времени. То есть 15 минут приема, для этого существует определенный промежуток времени. То есть час, полтора или хотя бы 40 минут, чтобы объяснить. Поэтому, да, школы эти нужны и результаты есть. То есть боли пациент вникает и, естественно, он исполняет все, что ему это все доносится. Житель Караганды, 69-летний Александр Михайлович Чигарьков, не знал, что болен диабетом. Пока на одном из обследований медики не выявили повышенное содержание сахара. Пока дело не зашло слишком далеко, Александр Михайлович согласился пройти не только курс лечения, но и посетить школу диабета. Предложили, надо было лечиться. Вот пригласили на лекцию, чтобы как-то узнать, что это такое и что это за болезнь. А то я вообще так, собственно говоря, если так вот подумать, человек без вредных привычек, не курю, не пью, и вдруг откуда-то взялся. Это как-то непонятно. Вот хочу узнать, откуда он взялся и почему. Специалисты отмечают, болезнь не имеет негативного влияния на здоровье, если контролировать уровень сахара и предотвращать набор веса. Доказано, что простые меры по изменению образа жизни, такие как регулярная физическая нагрузка и здоровый рацион, помогут предотвратить или отсрочить диабет. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. ВИЧ – болезнь поведения. Кто ответит на трудный вопрос в трудном возрасте? Среди людей с ВИЧ-инфекцией в нашей области много детей. Кто и как с ними работает, объясняет им особенности их здоровья. Семинар на эту тему прошел в Медицинском университете. Спикером выступила представитель международной организации ЮНИСЕФ Магда Конвей. На рубеже веков, когда в Карагандинской области произошла резкая вспышка заболеваний, помимо взрослых, вирус иммунодефицита начали получать и малыши, рожденные от матерей с положительным статусом. Сейчас дети выросли, большинство из них – подростки. И порой, живя с вирусом, с младенчества и принимая таблетки под 10 лет и более, они даже не знают, от чего лечатся. Родители и опекуны не всегда могут найти слова, чтобы рассказать о такой их особенности. В Казахстане зарегистрировано около 500 ВИЧ-положительных детей и подростков. Это определенная для них проблема, проблема адаптации в обществе, проблема качества жизни детей, как работать с данными детьми, как их адаптировать к обществу, как правильно для них донести, что прием препаратов – это должен быть ежедневный, для того, чтобы у них не развились серьезные осложнения. Вот этим должны заниматься психологи, социальные работники, а их надо готовить. Подготовкой таких специалистов занимается международная организация ЮНИСЕФ. Поскольку проблемы ВИЧ-положительных детей и подростков во многом схожи во всех странах мира, был разработан международный стандарт по заботе и уходу. На его основе принят казахстанский национальный стандарт. Координатор сети ВИЧ-положительных детей и подростков из Великобритании, психолог Магда Конвей провела обучающие тренинги по работе с семьями, где есть дети с ВИЧ-инфекцией. Особое внимание было отведено строгому соблюдению режима лечения. Многие из них живут в таких семьях, где дома никто, кроме ребенка, не знает о его статусе. И то, что мы практикуем в Великобритании, если мы не обращаемся к этой проблеме, то дети просто не применяют данные лекарственные препараты. За три дня на семинаре обсудили самые деликатные темы, о которых отечественные врачи и психологи еще не привыкли разговаривать с несовершеннолетними пациентами. В процессе обучения коллеги обменялись мнениями, поделились опытом. Тренинг завершился приобретением теоретических знаний и практических навыков. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауболмстар. Редактор субтитров А.Семкин